Тут можно выиграть или проиграть? Нет, ни в коем случае, ты всегда будешь победителем Потому что я в жизни никогда не дрался А я даже не думал, что мы будем драться Я не знаю, что там у меня было в голове АНИДАВАЙ! Тащи, держи зону С пумпончиками Как будто бы да, но когда у меня были отношения У меня были О, Кяровна, Пескин Ну я мало зарабатывал, я почти все свои деньги Половинцевых денег тратил просто на метро Три тысячи в месяц Что меня ждет, да? Да, страница Ну давай, 53 страница, 3 строчка Друзья, всем привет! Это шоу «Разговоры по-пацански» Меня зовут Зарина Голубцова И сегодня у нас в гостях Успешный и красивый участник Нашумевшего хайп-хауса Герман Глаз Герман Глаз – популярный тиктокер И участник одного из первых тикток-домов в хайп-хаус Аудитория Германа Насчитывает более 4 миллионов человек На всех площадках В настоящее время он активно занимается Написанием собственной книги И музыкальной карьерой Хочу рассказать тебе Немножко о шоу, что здесь будет происходить Да, давай Три раунда, да? Смотри, мы начнем с первого раунда Это такие актуальные вопросы, которые сейчас обсуждают Я с тобой буду, тебя буду задавать Ну там интересоваться у тебя по поводу этих вопросов А ты будешь отвечать развернутый ответ Как можно развернуть? Ничего пошлого, ничего такого нету Так, тут можно выиграть или проиграть? Нет, ни в коем случае Ты всегда будешь победителем А, да, какой приз Ты всех съел мужиков в хайп-хаусе Всех выпроводил И тут что, как ты проиграешь? Вопрос такой, знаешь, мне первый Слышал, что ты решил написать книгу На какой ты сейчас стадии И чем эта книга будет отличаться от книг разных блогеров? Ну, во-первых, я ее написал И она на стадии, насколько я знаю На следующей неделе я должна уже начать печатать Мне вчера прислали обложку Я ее утвердил, дал последние правки И все Скоро дадут ее в печати И в каждом почти книжном магазине В любом городе можно будет ее найти Чем она отличается от других? Тем, что я ее писал, наверное, два года И я... Ну, нет, два года Или два года Ну, мне просто... Я уже даже не помню, когда я начинал писать Я начинал писать Забрасывал, потом что-то дополнял Придумывал новые интересные какие-то главы И что можно обсудить Что можно рассказать Что интересно вспоминал Что-то добавлял, когда происходило Да, какие-то моменты своей жизни Также у меня там есть очень много глав Которые, мне кажется, вообще которых нет В каких-то обычных каких-то других книгах Это вообще книга про меня, про мою жизнь Про какие-то мои мысли Про какую-то мою позицию И отношение к жизни И как я к этому пришел Вот Также там показывают Ну, я рассказываю очень интересные истории Из моей жизни Потому что был какой-то момент Когда меня вот зовут на какие-то интервью И что-то хотят, чтобы я там рассказал А мне как-то, ну, неохота Ну, как-то... Ну, вот не то, не то И думаю А вот если просто взять и написать книгу И с этими историями И такой, да, это оно Так что очень жду пока Когда ее уже можно будет купить И я сам уже хочу ее взять уже именно в руки Полистать Там есть и мои детские фотографии О, вот это классно Есть цитаты Там есть даже... Я очень люблю фильмы Я вообще прям... Киноман приветчики обожаю Да И у меня есть список пожанрово Лучших фильмов на мой вкус Ну, и, короче, там все очень мило Классно Интересно И я абсолютно сам этим занимался Один работал Просто знаешь, есть помощник человек Который все это писал Расставлял, чтобы было как-то какой-то порядок Есть написание книги, есть какой-то порядок Так же, как снимать фильмы Есть порядок какой-то Нет, на самом деле я все-таки Мне помог человечек Который в этом разбирается Да, потому что я понял то, что Несмотря на то, что у меня хорошо было по литературе Я всегда там писал стихи, еще что-то А я никогда не писал книги Очевидно, что в этом есть, возможно, какие-то приемчики Которые я не знаю, или еще что-то Так что у меня был человек, с которым я советовался Который мне помогал Профессиональная точка зрения Можно, да, там какую-то орфографию мог поправить Но там все, короче, хорошо Отлично Ну это классно Тоже ждем книгу Ждем книгу, говорю везде Ждем книгу Германа А сам охота посмотреть маленькие фотографии Люблю смотреть детские фотографии А то, что ты киноманы классно Обожаю триллеры Мой любимый жанр Как-нибудь обсудим с тобой Посоветишь, может, каких-то пару классных Договорились Мы за тобой очень активно следили И знаем, что ты перемещаешься по России очень много сейчас Тебя зовут сниматься в каких-то интересных шоу, фильмах Блин, я знаю, что в фильмах В фильмах пока Сериальчики, фильмы, что-то, короткомитражчики В фильмах пока прям съемок не было Но в эту сторону я планирую двигаться Я занимаюсь ораторским И занимаюсь в целом актерским И как-то пытаюсь себя в эту сторону продвигать Как минимум просто для жизни Чтобы быть более харизматичным и интересным Но ты закончил Останкино Я закончил школу до телеведущих Останкино И что? Вот Это тебе как-то помогает? Или должна быть у человека харизма актерский Этому нельзя научиться Должно быть Но тебе как-то помогает? Ну, я считаю, что это можно учиться Вот я с рождения этим вообще был не одарен Если бы два года назад меня сюда посадили Я бы даже ни слова не мог тебе сказать А так Это все навык, который нарабатывается Который каждый день надо трудиться Чтобы что-то вообще получалось И у меня надеюсь, что-то получается У меня сейчас был интересный проект Я ездил на юг России Вот в Питер наездил выступать на ВК-фест Сейчас скоро 23 августа Наверное, уже на момент выхода этого Я уже выступил на концерте там Ты разносторонний мужчина, да? Смотрю такой И книгу написать И там сняться И что-то ораторским искусством всех покорить И еще и треки делаешь, да? Интересно ты молодой человек Поэтому ты всех мужичин и убрал Сразу заменил Один Герман будет Зато умеет все у вас в хайп-хаусе Вопрос такой Четыре месяца назад У тебя с Амиркой состоялся с собой Вот с этим маленьким, извините, девушонком Я с ней просто как-то пересекалась На одном шоу Он оказался какой-то такой странный Много чего не понимал О чем мы говорили Но он полез в драку Ну как это? Почему? Ты заступился же, да? За свою подругу Я заступился за подругу За честь дома, в котором я находился И не знаю Все слова, которые он произнес Я считаю, что вообще непозволительны К любой даме Вообще, какой бы она ни была Тем более, к моей подруге А какие-то слова матерные Я не могу такое произносить Я смотрела просто Именно вот когда вы там бились, дрались Ты очень вежливый парень Ты сидел очень вежливо там Разговаривала Мне как-то было приятно на тебя даже смотреть И тебя в этой ситуации с Амиркой Каким-то дерущимся видеть было как-то не очень классно Согласен, это было очень странно Вообще, для меня это очень интересный опыт Потому что я в жизни никогда не дрался Вот я дрался два раза Это был один раз с Янгером На том же шоу Это тоже обсудим, кстати, тему И один раз с Амиркой Все С кем было сложнее? С кем было сложнее? Наверное, с Янгером Он покрупнее мальчишка, да? Не в этом Морально, во-первых, это была моя первая драка Я вообще не знал, что вообще будет Я не знал Я узнал о том, что это произойдет Эта съемка За два дня до этой съемки Я, естественно, не успел не потренироваться Ни морально подготовиться Ни физически Тут это случается Янгера я очень давно знаю просто И тут какая-то непонятная ссора ни о чем Я сижу, думаю Из-за цветов, правильно я понимаю? О чем мы там будем говорить? Ну, типа, да Я такой сижу, думаю О чем мы будем говорить? Что вообще будет происходить? В итоге У меня уже все прошло Это не до пресс-конференция Я, значит, стою в этот ринг Я думаю, что сейчас вообще будет И... Ну, слышится он, типа... Гонг? Гонг, да Я, значит, что-то там вот так стукаемся Значит... Там такие перчатки же еще огроменные И потом, типа, даже начинает драться Я такой думаю Ну, сейчас аккуратненько И он мне со всей силой, как в лицо А я даже не думал, что мы будем драться Я не знаю, что там у меня было в голове Он мне просто всей дури заехал в лицо Ну, он серьезно был настроен, да? У меня потемнело в глазах В этот момент И я прям вылетел Если посмотреть выпуск У меня там даже рефери, типа, остановлюсь Говорит, типа, все в порядке, все окей И я в момент понял, что это все не шутки И мне стало, конечно, страшно Потому что я никогда не... Ну, так не получал А с Амиркой потом согласился второй раз Ну, там уже дело чести было подруги, да? Там уже дело чести подруги И... ну, да Посмотрел он шоу Я посмотрела с Янгером, посмотрела Не смотрю такие шоу Думаю, придет ко мне герой Мне нужно его знать, что он... кто он такой С чем его едят, да? И такой сидишь вежливый, общаешься Думаю, ну, цветы подарили Ну, как классно! Ну, классно же! Это можно... Я подумал, что вы просто, типа, прикольнулись Ну, типа, знаешь, выходите Честно По сути, да? Да Просто поступило интересное... Предложение? Предложение, и мы решили прикольнуться Все Вот Ну, ударил у тебя уже не по приколу, да? Ну, ударил у тебя уже не по приколу, да? Ну, ты что, натуримаешь, тобой договариваешься? Что ты руки распускаешь, а? Так набарагозил на меня жестко Не, ну, мы с ним, на самом деле, ни о чем не договаривались Но... После боя я посмотрю на свое лицо У меня прям сссадины такие Я такой... Вау! Какой я самец! Как сексуально! Блин, молодец! Ну, правда Мне понравилось, как ты себя вел Был очень вежлив, и это... Это классно Ну, типа... Я в целом такой Мужчин сейчас таких не найти Тем более, скоро ты их всех уберешь Как из хайп-хауса, да? Ну, класс! Импортозамещение Ну, в общем, с Амиркой мы решили Ты заступился за девушку Ты навалял Амирки Ну, он там вот так Видел, вот так дрался Вот так, вот так Ой, у меня же слюни Ну, он, я знаю, что... Боял, он, наверное, потому что с перепугу начал махать Не, я знаю, что он очень много тренировался И даже он в целом Он даже на конференции говорит То, что он с детства дерется Он постоянно в каких-то разборках участвует Там, да, че-то... Не, ну, он прям говорил С бабками на лавке, наверное, вот эти разборки С бабками Вышел, они докопались Чего у тебя, сынок? Волосы розы И он там начал С ними... Рамси Да, раз Вот эти его Вот эти его Не, но он, типа, правда, такой Пацан, который, ну, типа, заслон в кармань не лезет И... Я поэтому Тоже у меня были какие-то опасения, на самом деле Потому что, ну, я человек, который раз в жизни будет драться, тоже И я понимаю то, что Я уже знаю, чего ожидать Как там можно реально получить Какие эти перчатки тяжелые Вот, но все прошло хорошо Друзья поддержали много очень твоих друзей, коллег За то, что ты вышел за подружку Чик-чик Несмотря даже, если ты получил люлей Я бы сказала Гера, вообще красавчик За девчонку пошел Хоть бы где-то там затоптали Хоть что бы сделала Ну, ты красавчик был Мне бы это хорошо Потому что, правда, редко Еще раз повторюсь Мужчин таких встретишь Прям, знаешь, я тебе сегодня Какой-то похвалой даряю Реально, мне уже неловко Давай уже что-нибудь плохое скажи Ты нарвешься же, блин Ладно Короче, классно Обсуждаем всю эту тему Но ты Выглядишь очень вкусно Всегда стильно Любишь одеваться красиво Сколько ты тратишь на вещи? Фух Ну, в последнее время Я просто захожу в гардероб Такой Надо что-то интересное Скомбинировать С то, что еще не надевал И просто беру вещи Которые уже у меня давно И я их просто как-то комбинирую Потому что В последнее время Закрылись очень многие магазины Я обычно любил закупаться И как-то у меня сейчас Так много каких-то путешествий Так много съемок Так много у меня вот книга Плюс еще я и музыкой занимаюсь И ораторская То-се Поездки И мне вообще не хватает времени Уходить там по магазинам И поэтому Просто одеваюсь У тебя есть стилист Кто тебя приводит в порядок На какую-то съемку идти Такие люди У меня Недавно появилась стилистка Который мне иногда помогает Это с выходами на сцену Иногда потому что Когда прям я ухожу на сцену Выступать Я хочу какой-то Это уже Ну какой-то концертный лук Ты прям уже Филиппа Киркорова Вижу в твоих глазах Потом с перьями пойдешь Ну с перьями не пойду Да, конечно Но в целом Все равно Я ко всему привык подходить серьезно Даже вот сейчас Мне 23-го будет Часто Сколько тебе лет, Гера? 19 Серьезно И ты уже такой прям Артист Ну вот мне даже 19-го Ой 19-го 23-го будет Выступление в Сочи И я узнал то, что там Будет потанцовка Я попросила Сказала Скиньте Как вы будете танцевать А у меня в конце Одной песни идет Большая часть Песни Просто бит Такой танцевальный И я говорю Ну пришлите Какая у вас там будет связка Они мне прислали Огромную Сложнейшую связку И я Ну поставил себе Цель ее выучить И с ней Хорошо Вот выступить У меня вообще Всегда так происходит Из этой песни Я выступаю Наверное уже 8-й раз На больших сценах И каждый раз Когда есть потанцовка Не каждый раз Я прошу, чтобы они сами Придумывали движение Чтобы я учил новое А, ну ты такой вот, да? Любишь что-нибудь интересненькое Новенькое Ну да, что в одной Это уже танцевать А то наши как выйдут С одним танцем Все и пошло И так два года Танцуют пока это Ну понятно Самая дорогая вещь у тебя В гардеробе какая Есть какая-то особенная Ты всегда ее одеваешь В какое-то, ну типа Особенное место Ой, у меня есть У меня есть такая вещь Мне Никита Ефремов Это обладатель Большого магазина Обуви В Москве В Питере И скоро уже даже будет В других странах Он, короче Мне подарил красотки На день рождения На мой прошлый Которые стоят Около 150 тысяч Это его бренд? Ну не его бренд Он перепродает кроссовки Метерисейл 150 косарей кроссов 150 косарей, да Вот Я их надевал на самом деле Раза три На песню года На какое-то шоу И даже не помню Когда третий раз надевал И они у меня стоят На полочке красиво Они еще такие пушистые Просто так не одевают Пушистые Они пушистые В этом-то и делали Серьезно? Я понимаю, что если выйду на улицу Они сразу все впитают все И я поэтому Прихожу на съемку Переобуваюсь Как в сменку Но это очень Интересный, интересный Хорошая вещь, да Не, ну кроссовки, да Некоторых просто есть Очень глупые, дорогие вещи Но я считаю, обувь должна быть Ну пушистая, не знаю Мне подарили Я бы такое никогда в жизни не купил Не купил? Ну нравится тебе? Ну мне жалко на себя тратить деньги На других не жалко Серьезно? На себя я не могу много тратить Только на путешествия На путешествия На эмоции На путешествия На эти темы Ну классно А мне казалось Ты такой себя любишь Утром проснулся Зеркало поцеловал Вот и вот Герочка Герочка Вот пушистики Вот так Одел Вот Вот Я на самом деле К себе очень критичен Я часто встаю Смотрю на зеркало Напротив зеркала Такой Так, сегодня ты идешь в зал Так что нет Такого не происходит А я встаю И говорю Сегодня Ты без пельменей Зарин И макароны варил Ладно, смотри Ты остался Единственным мужчинкой В хайп-хаусе Все уже ушли Там было Димас Блоков У вас почему-то Ну, мальчишек не осталось Что ты с ними сделал И вообще Скучаешь ли ты Вот по такому Пацанскому общению У тебя же девчонки Кругом окружают Сесть там Пилосиандр достать Рыбы Жуки, блин У меня на самом деле У меня с детства Так получается Что у меня в основном Гружают девочки Ну, не знаю Просто так получается Они сами этого хотят Возможно И тут Мы были восьмером Долго в хаусе И да Из парней Еще был Дима И Паша В какой-то момент По определенным Постоятельствам Так получилось Что они ушли Плюс еще Вероника С Аней И вот мы остались С девчонками И честно У нас не было Прямо такого Мужского вайба Которым ты говоришь То есть мы общались Мы хорошо общались Но так, чтобы Прямо у нас были Пацанские секретики Что мы прям Были прям корешами Прямо такого не было И наверное Такое стало После того Как они ушли Из хаоса Вот сейчас Я могу назвать их Офигенными друзьями Мы постоянно видимся Вот кстати Обсуждайте там девчонок Ну просто мне интересно Какие вот пацанские секретики У них же мягче вообще нет секретики У одного пацана Сын родился Неделю назад Ну это не секретик Там все на родах Были тут мне рассказывали И пробовали себя С этими родами Вообще не секрет Все на родах были Они давай С пумпончиками Ты сразу себе что-нибудь нарисовал В честь рождения сына Как кстати назвали Спасибо за сын Как звали Назвали Тим Тим Класс Так у меня для тебя есть карточки Немножко так подрезали Чтобы там слова Торчать чуть-чуть Короче на этих карточках Все такие нашумевшие Интернетовские вопросики Ну там Что тебе говорят Короче ты можешь доставать Ну да А ты связана конечно с тобой Ты можешь доставать И говорить типа Было это так или не так Или что вы там несете Какую-то херню Посмотрим Чик-чик-чик Четыре у меня Это вижу Так клеила-клеила Ничего Слишком длинные у тебя там эти Моментики Вот просто выбирай карточку И читай Желтую А то даже так На ПВП арене Ты вел себя очень сдержанно И чувствовал напряжение Сильное Между тобой Лешей Янгером У вас были какие-то Открытые конфликты Почему у вас некая неприязнь И даже ссылка на это видео Это я посмотрела Это для меня Ну мы как с тобой Мы уже поболтали Все это было приколдесс Мы это уже обсудили В целом Я не чувствовал Сильное напряжение Но мне было Да, некомфортно Поскольку это была Очень непривычная Для меня обстановка Ну и плюс Конечно Какой-то мандраж Минимальный был Перед своей первой дракой Все, класс Давай дальше Дальше давайте Розовенькую Твой единственный клип Вышел около года назад Песен у тебя тоже не так много Ты перестал заниматься музыкой Потому что аудиторию Это не зашло И не приносит достаточно денег Ну, во-первых Все, что связано с моим творчеством Я это делаю не ради денег Я это делаю ради себя И я делаю Как я уже говорил Если что-то делаю То делаю это Серьезно Полностью в это вкладываюсь И у меня есть одна лажа Как я считаю Это как раз треки Потому что сейчас Я уже их слушаю Понимаю то, что я уже их давно перерос Это за сколько времени происходит? Что ты переросил? Ты просто, я вас смотрю стремительно Как-то вверх идешь Что для тебя Написал сегодня Вчера написал Сегодня слушаешь Ой, ужас Клип у меня вышел не около года назад А около двух лет назад Около двух И за два года, конечно Я еще поскольку подросток Мне 11 лет Два года моей жизни Для меня это очень большой период жизни И у меня поменялись Очень многие взгляды Очень многие вкусы На музыку И в целом На все И я понимаю то, что Это уже что-то Не то Вот в тот стиль В котором я Тогда записывал треки Я чувствую, что сейчас Я хочу что-то делать другое Сейчас я работаю Над новым Интересным материалом Но я пока ищу тот стиль Который мне будет нравиться И будет Как-то соответствовать Мне самому Потому что у меня есть Например Какие-то там Допустим Какой-нибудь рок Мне иногда Хочется взять Накричать Все это сделать Но я понимаю То, что я выйду на сцену Вот такой вот По факту Милый молодой парнишка Я не смогу даже Нормально Передать эту эмоцию На сцене И поэтому Я вот ищу идеальную Какую-то середину И надеюсь Скоро смогу порадовать Каким-то новым материалом То есть у тебя Еще даже нет Пока предпочтения Какому стилю Ты бы музыке Жанру отдался Ну да Есть кумир Какой-то у тебя Кумир? Да, вот как исполнитель Может быть тебе нравится Чтобы ты бы хотел Вот, ну Немножко Быть как он Ну, все же бывают Наверное, Джассин Тимберлейк Джассин Тимберлейк Классный И актер Он тоже классный Актер, да Фильм «Время» Время вчера смотрела Кстати, в телеку был Обычный телек Ключила, смотрю Когда мамка его умирает Руку не протянув Больно не могу Ой, это ужасно Вообще Ну и какая концовка Давай дальше Дальше Про твою личную жизнь Известно очень мало Других участников Рейпхауса Часто шиперит с кем-то Как-то Валена Пока составляет отношения Были ли последние годы В твоей жизни В блогерской деятельности Серьезные отношения Можно без имен На самом деле Это очень хороший вопрос Потому что Много что было За время моей публичной жизни Но я в какой-то момент Насмотрелся на ребят В моем окружении Которые выставляют свою жизнь И как они потом С этим справляются Потом вот эти вот Удаление постов В какие-то публичные Совещания По поводу Значит А почему он так поступил А почему ты Какой-то Дум-2, да? Какой-то Правда Ну я как-то смотрю И вот Не хочешь в этом вариться Как будто бы, да Ну когда у меня были отношения У меня были И причем даже Это была Очень Ну как бы девочка Которую знают И даже их было две Сразу же? В одновременно Нет, не в одновременно Ну за там Ты такие вещения Такими вещами не занимался? Нет, я если Влюбляюсь То все Как бы У меня Фокус не может сбиться Можно так сказать Было Двое отношений Я их никак не показывал Возможно Самые-самые преданные Фанаты могли Там Догадаться Что и как было Ну каким-то сторисом Да, все равно Но все равно Там кто с кем Проводит время Ну да Кто-то увидел Какие-то можно Если зайти в отметки Очень часто Когда фоткаются Ну подходит Фоткаются Выставляют фотографии Отмечают человека И там Были много Каких-то совместных фотографий То, что мы где-то гуляли К нам вдвоем Фоткались Вот Так что Избранные Самые ярые подписчики Все это Наверное Догадались Вот Но я пока Не афиширую Всякие такие моменты Потому что Мне пока Это не очень Чуждо Вот Но возможно Мое мнение поменять В какой-то момент А предлагаю тебе Какие-то замудить Отношения для хайпа Да Да Ты отказывался Да Ну да Если у тебя их не мог Ты против этого А как относишься К тому Когда для хайпа Делают отношения И руга не устраивают И что-то еще И потом Вот эти все Ну если Ты более тушный Если люди неинтересны Не могут Контентом своим Значит Привечь к себе Внимание И не привлекать Таким способом Ну пусть делают Что хотят Я пока не такой Все Но все может у меня Когда контент Он проводит Книгу уже допишешь И треков не будет Будешь играть Любовь и тайна Сан Цербич Раньше только сериал БП Ну ты наверное не знаешь Мне тут за 30 уже Тебе за 30? Ну будет 31 Да Ничего себе Выгодишь на 23 Спасибо солнышко Че ты прям такой милый Ну че ты вообще Так Последний вопрос Да После конфликта Катя Голушева И Карина Ракеляна У тебя пошли отписки Это правда? Сильно ли ты пережила На этот момент? Ой Честно Вообще А че они пошли Мне так было все равно На это Я вот так вот просто Вот был такой же диван Тут сидела Катя Тут сидел я Тут сидел Паша Я весь выпуск Если смотрели выпуск Вот так вот сидел И просто Вы не представляете Какая там Просто царила Такая атмосфера Там вот просто Эти колкости Летят друг на друга Я естественно Не понимаю Что происходит Я иногда смеюсь Потому что Ну там просто Там какие-то Панчи Просто Недруга Друга Я просто сижу Я ни одного слова Не сказал Против Карины У меня с ней ничего Никаких конфликтов Не было Я вообще даже не знаю Что это за съемка Еще на тот момент Этого шоу Как бы не было Невозможно было Посмотреть Какие-то предыдущие выпуски Это был Начало Пилот какой-то Типа Типа И Ну не пилот Просто еще Снимали уже выпуски Но они еще не выходили А не было не было Все поняла Да Я поэтому не знал Примерно куда я иду И она говорит Типа Герман Просто сядешь Посидишь рядом со мной Поддержишь Катя говорит Да Я такой конечно Сяду Вот Я не знал то что Карине никто не подсядет Уже начался мотор Но я сижу просто Я посидел И потом да После выпуска У меня в тик токе Отписалось что-то там 40 тысяч человек А почему? Из того что Ты же просто посидел рядом Ну вот люди Был на стороне Люди посчитали Что да Как бы Я был на стороне Зла И так далее Но честно Я вообще не жалею Ну 40 тысяч человек Отписалось Потом 150 подписалось Тысячу И поэтому Как бы Ну кто захотел Отписаться Кто не понимает Что вообще Что и как происходит Ну пусть делают Что хотят Я Не держусь так За каждого человека Не хочу ни перед кем Оправдываться Я поддержал подругу Как это поддержал Просто меня подруг Просил прийти Я пришел Все Ничего плохого Я не сделала И все Отписались Отписались Я уверен Что они потом Почти все обратно подписались Это было такое Пошел тренд Такие типа Оу Керамон отписки Надо тоже отписаться Вот он плохой За Катю Голышеву А самое плохое Что ты вот делал Например В интернете Каких-то может У тебя Что-то было плохое Мне просто интересно Самое плохое Что дело в интернете Да-да Ну что Долго не выкладывал Сторис И все Ну правда Что такое вкусненькое Нет Ну у меня Жесть какая-то была Честно у меня Почему Обманул кого-то Обозвал Обманул обозвал Обозвал Что-то сделал плохое Бабушку толкнул на улице Пенсию забрал Я только поднимаю Постоянно бабушку на улице Что-то плохое Что-то изъян В какой-то Гера Скажи мне Изъян В какой-то Тебе должен быть Не могу Я на самом деле Я очень фильтрую Все что выкладываю То есть Ну у меня Во-первых У меня нет Каких-то плохих Мыслей Побуждений Но даже в целом На меня подписана Мама На меня подписана Бабушка На меня подписано Там в инстаграме 800 тысяч Людей Которые ко мне подходят На улице Я понимаю Что это подростки Многие дети И я понимаю Что чувствую Ответственность перед ними И я Не показываю Даже нечего Что-то плохого Показывать Если гадость Тебе предложили Какую-то Сделать Мне предлагали На самом деле То есть Ты не соглашаешься Я хочу рассказать историю Наверное Кстати Я ее нигде не рассказывал Когда У меня в инстаграме Было около 100 тысяч подписчиков Я только Как-то начинал Я зарабатывал Буквально Тысяч Там Шесть В месяц И то Это было С операторской Моей деятельности Я еще работал Оператором Не важно Мне Предложили Говорят Герман Ты делаешь 8 сторис в месяц Мы тебе платим 700 тысяч рублей Ох О себе И это было Три года назад Получается Ну 17-16 лет Ты обострался Отчасти Мне Нет Я такой Типа Что это Они говорят Это Телеграм Канал Ты стоишь Телеграм Канал И рекламируешь Мы там Просто делаем Какие-то посты И так далее Я значит Поинтересовался Посмотрел Что и как Это Оказалось Что это Просто Люди Которые Обманывают Аудиторию На деньги Я сказал Нет Через месяц Когда у меня было 200 тысяч в инстаграме Они подошли Ко мне Сказали Ты будешь Получать полтора миллиона В месяц За 8 сторис Я сказал Нет Но это же люди Быстро ушли Вы сразу О тебя Ну согласитесь Такую тему Продвигать И делали Много кто Это на самом деле Делал Еще в то время Я даже вообще Не глазусь за деньгами Я занимался этим Потому что Мне просто Нравилось снимать И конечно Хотелось просто Нормально жить Особенно Я общался С какими-то Другими Ну Моими друзьями Которые Больше зарабатывали И они такие Ой Поехали на такси А на такси Типа Мы все Скидываем Все Такой Поехали Может на метро Так Быстрее Поехали на квест Я такой Вроде погода хорошая Может просто Погуляем Постоянно Честно Я даже доедал За ними еду В маке Потому что Ну я мало зарабатывал Я почти все свои деньги Половина своих денег Тратил просто на метро Три тысячи в месяц Потому что Я постоянно ездил У родителей не просил Да? Уже страшно Я 15 лет съехал от родителей И это было мое создано решение И я не просил Ну то есть Ты как человек Знаешь цену деньгам Да? Я знаю Поэтому ты не тратишь На всякие Шмотки Дорогущие там Ну да Возможно да Я даже Ну вот сейчас Просто очень Самое Самое дорогое Что наверное Это часы Это подарок Это украшение Тоже Это Валя На Новый год Подарила Все остальное Все очень простое Ну да Просто и со вкусом Нет На самом деле Ты очень приятный человек Че-то Я все-таки Какая-то милая Давай Застрим меня Давай Ты же знаешь Я же тоже трушная Я признаюсь Да Я трушная А что я буду тебя Как засирать Если не за что Я на самом деле Просто признаюсь Я не смотрел В целом Проект Пацанки Но именно Вот ваш сезон Я иногда поглядывал Ну и там же Трэш творился Творился Вот Ты поменялась С этого момента Ну там Знаешь В основном Ко мне Это не относилось Это как трэш Не трэш Ну да Я такой человек Буквально адекватный Очень агрессивный Но У меня не было Каких-то Прямо этих Чересчур Я вот правда Вот честно Я тебе скажу Я трушная Если мне нравится Человек Им нечем Прицепиться Но я Вот не достать Я что Я в жопу К нему не залезу Не достану Его говно Вот знаешь Вот это Извините А если он Прям вот Есть говно Если есть Я за это Зацеплюсь И буду Копошиться В этом Ну типа Ну не прям Как говорится В говне Ну типа В этой ситуации А с тобой Сижу Иду Чего у тебя Спросить Чего бы Тебя как-то За это А ты вот Говоришь И говоришь Прям мед Мне в уши Ну что это Такой Гер Ну серьезно Вот честно Я бы за словом В карман Не полезна Если было бы Что тебе Зацепиться И сказать Вот по чесноку А выдавливать Что-то Брать Бросаться На тебя Кидаться И пытаться Что-то Тянуть Но это Стремно Это Будет понятно Это люди Увидят А ну мне Нахер Надо Да Согласен Не по чесноку Будет У меня к тебе Блиц Я тебе быстро Задаю вопросы Знаешь же И ты отвечаешь Окей Все Погнали Ходишь В одних трусиках По дому Иногда даже без Пользовался тем Что ты популярен Да Занимался Любовью На первом Свидании Нет Любуешь Со собой В зеркале Иногда Купался Галышом Конечно Стеснялся Запаха Изо рта Я всегда Тещу Зубы Прятал Дрявые Носки В гостях Так Чтобы Никто Не Видел Да Трусы Нет Я Как-то Закажу Ты понял Про носочки Как я говорю Пальчик Дрявый Ты прячешь Нет У меня Ужасная Ситуация Я в гостях Как-то Захожу А у меня Трусы Дырявые Мне как-то Почему-то Стало Стыдно И я Подвернул Что в дырочке Нет Я их Снял И выкинул Почему Ты тоже В штанишках Был Или ты там Что-то Намечивалась Сейчас Выйдет Дай Следующий вопрос Спросил про носки А ты еще что-то интереснее Сам Главный Нарвался Так Был секс По дружбе М? Да Ну типа Вот подружка моя Портил воздух На людях Да нет Кстати Не припомню Только В узких кругах Ладно Достаешь комочки Из пупочки Я только в детстве У меня там что-то было Все достал Все достал Все достал А кто писал эти вопросы На самом деле Честно Сейчас просто Мы так мило Болтали Я не задумываюсь Отвечал Обычно На всех интервью Когда мне задают Такие вопросы Я говорю Стоп Выключаем Я не отвечаю Что сейчас За фигня произошла Это Аура Да Сейчас Короче В детстве Знаешь Были такие гадания Когда ты Называешь Страницу И называешь Строчку И такие Ха-ха-ха Что у тебя будет И сидим ржам Как дураки Короче Сейчас типа Такого же будет И знаешь На чьей книге Мы погадаем Она Катя Голышева А у нее Книга есть Конечно О, господи Что там написано Интересная Твоя интереснее будет Эта книга Рома Желудя У него есть книга У него есть книга Что меня ждет Да Страница Ну давай 53-я страница Третья строчка Ого Раз Так Очень милый Позитивный Разносторонний Молодой человек Сегодня Ты был искренен Это мне было Очень приятно Мне нравится Твоя прическа Спасибо Это я без шуток Короче Ребята С вами был Разговор по-пацански Меня зовут Зарина Это Герман Глаз Мы классно провели Время Ну а вы Подписывайтесь Ставьте лайки Оставляйте комментарии И скажите А чаровашка он был Или нет И сидит Скажите А чаровашка Ну Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok